Зимой астрономические суммы, летом по нулям. Как кировчане будут платить за отопление? В рублях плата выросла в 500 рублей. А зарабатывали они от 800 до 900 тысяч в месяц. Полицейские сорвали крупный куш. В Кирове закрыли подпольное казино. Хотелось бы, чтобы такой энтузиазм продолжал жить в жителях нашего города. В выходные прошли осенние субботники. Стал ли город чище? 33 детских сада в Кирове остаются без тепла. Если большая часть из них может быть подключена к ресурсу в любое время, по заявке директора, 4 дошкольных учреждения в Нововятском районе останутся без обогрева до тех пор, пока отопление не включат во всем городе. Произойдет это, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не будет превышать плюс 8 градусов. Как объяснили в администрации города, система отопления в районе предполагает одновременное подключение всех объектов, в том числе домов, детских садов, школ и больниц. Тем временем некоторые садики не только в Нововятске, но и в Кирове остаются без тепла. Это так называемые частные детские сады, которые находятся в жилых домах. При этом вариантов обогрева этих учреждений, согласно нормативам, немного. Обогреватели различные, электрические или неэлектрические, в детском саду запрещены. Теплее в частных детских садах станет с началом отопительного сезона. Но есть в Кирове жилые дома, где батареи не станут горячее даже после того, как тепло централизованно начнет поступать в квартиры. Средний переулок и улица Ключевая в микрорайоне Вересники еще в прошлом году испытывали неудобства. В этом ситуация может повториться. Почему кировчане рискуют замерзнуть зимой и кто может эту ситуацию изменить? Об этом в следующем сюжете. Готовить теплые вещи и настраивать обогреватели жители домов по улице Ключевая в Вересниках начали уже сейчас. В домах стало холодно и, говорят, даже с началом отопительного сезона в городе теплее не станет. Практика прошлых лет показывает, чтобы в квартирах было хотя бы плюс 17, центрального отопления не хватает. Не откажемся от печки. Почему? Да потому что мы замерзаем. Почему одни печь топят, а другим по соседству хватает централизованного городского тепла, жители домов на Ключевой и Среднем переулке не понимают. Предполагают, что до их квартир тепло просто не доходит, ведь трубы теплотрассы, которые рядом, уже давно без утеплителя. По улице Ключевой конкретно сейчас проводятся работы по утеплению сети. До 1 октября данные работы будут выполнены. Да и не в трубах дело, уверяют специалисты теплоснабжающей компании. Чтобы тепло в домах вересняков подавалось равномерно, нужно систему регулировать. Теплоснабженцы со своей стороны готовы этим заняться перед началом отопительного сезона. И если местная управляющая компания будет в этом тоже заинтересована, в октябре подачу тепла можно будет настроить так, что жителям домов по Ключевой печь топить не придется. Тем временем, сколько будут платить за обогрев жители области, сейчас решают региональные власти. На днях федеральное правительство сделало бессрочным закон, по которому определяется схема оплаты за тепло. Сам закон был принят два года назад, когда в обязательном порядке в домах начали устанавливать приборы учета. Его действие должно было закончиться в 2014. По нормативу платить за ресурс весь год или только во время отопительного сезона решают на местном уровне. Как менялись цифры в квитанциях за коммуналку с 2009 года, Сергей Петров может показать наглядно. Старший по дому в пятиэтажке на Карла Липнихта 67 хранит их в качестве доказательства. Общедомовые счетчики на тепло вовсе не путь к экономии. С момента, когда они появились, стоимость блага цивилизации только растет. В рублях плата выросла в 500 рублей. То есть, если по старому нормативу мы платили 1281 рубль, по новому нормативу у нас получилось 1751. Такой рост может быть в том числе потому, что расходы за тепло раскидывают не на весь год равномерно, а выставляют только за те месяцы, когда квартиры обогревались. То есть, только во время отопительного сезона. Тем временем, платить за услугу равными долями в течение года или по факту, реже, но дороже, решают региональные власти. Такой закон был принят два года назад на федеральном уровне и должен был работать до 2015-го. Но на днях его сделали бессрочным. Если ваша управляющая компания предлагает вам выбрать вариант, как платить за отопление, либо на протяжении всего года в равных долях, либо лишь на протяжении 8 месяцев, пока продолжается отопительный сезон, при условии, что зимой цифры в квитанциях заметно вырастут, зато летом платить за отопление не придется и вовсе, то знайте, что на территории Кировской области такой вариант считается незаконным. И вы смело можете обращаться в прокуратуру или в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Правда, Кировский закон о распределении платы за тепло поровну на все месяцы пока действует до конца 2014-го года, уточнил специалист областного департамента ЖКХ Николай Шестаков. Да и потом правила вряд ли изменятся. Речь идет о защите малообеспеченных граждан, потому что не все могут большую сумму платить во время отопительного периода. А на 12 месяцев как бы распределено более равномерно. Решать, как будем платить за отопление с 2015-го, областные власти собираются примерно осенью следующего года. Ольга Ракова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Но уже в этом году стоимость основных услуг может быть заморожена. Первым неделю назад такое предложение сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. Через несколько дней его поддержал и президент. Предложение касается тарифов на газ, электроэнергию и грузоперевозки по железным дорогам. Кстати, обсудить не только стоимость основных ресурсов, но и задать наболевшие вопросы сотрудникам городской администрации и кировчане смогут завтра. В 5 часов вечера в актовом зале мэрии на Воровского, 39, начнется общегородское собрание. В Кирове началось строительство подземного пешеходного перехода по улице Воровского, 100. Сегодня строители установили там деревянные ограждения. А переход вместе со светофором перенесли на несколько метров, чтобы кировчане не вытоптали газон на месте временного перехода. Рабочие постелили деревянный настил. Напомним, новый пешеходник здесь должен был появиться еще 1 сентября этого года. Однако аукцион для определения подрядчика состоялся только в конце августа. На строительство нового пешеходного перехода из городского бюджета было выделено 14 миллионов рублей. Сделать его компания-подрядчик должна до 15 декабря. Напомню, активно обсуждать строительство подземного перехода здесь начали после аварии в прошлом году, когда на наземном пешеходном переходе сбили подростка. Этот подземный переход на Воровского один из двух, которые строят в том числе на деньги от штрафов. Частично оплатят это строительство и сегодняшние задержанные. За одну поездку мотоциклист нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Подробности в сюжете Елены Чехомовой. Сложные переломы ноги и руки, констатируют врачи по поводу состояния пострадавшего мотоциклиста. А началось все вот с этого рюкзака. Сотрудников полиции смутило то, что госномер закреплен на нем, а не на самом транспортном средстве, как это положено. Остановиться сотрудники ДПС потребовали у водителя мотоцикла еще в Кирове. Не подчинился на требованиях и продолжил движение. Мы приняли решение преследовать его. Преследовали до Слободского. Потом увидели, что он развернулся и навстречу нам поехал. По стечению обстоятельств водитель лесовоза Николай Медведев менял в этом месте лопнувшее колесо. Включаясь в сторону Кирова, водитель мотоцикла, скорее всего, не увидел поворот дороги из-за этого лесовоза. Возможно, именно по этой причине он выехал на встречную колосу. Потому произошло столкновение. Водитель фуры, в которую въехал мотоцикл, не первый раз рассказывает о происшедшем. О силе удара говорят как разрывы колеса машины, так и следы на асфальте. Мотоцикл оттащило в сторону на десятки метров. По словам сотрудников ГИБДД, скорость мотоцикла была около 200 км в час. Выскочил на встречку, ударился мне в заднее левое колесо, все оно взорвалось. Даже не видел зеркало, как он улетел туда. Я думал, честно говоря, уже труп, нет, все нормально шевелится, дышит. Как только пострадавший в больнице сможет давать показания, следствие выяснит все обстоятельства этого ДТП. Елена Чехомова, Алексей Стокеев, Бюро новостей Давича. Целую преступную группировку задержали полицейские. Впервые с введения запрета на игорный бизнес в Кирове была раскрыта деятельность сразу двух крупных подпольных казино. С 2011 года предприимчивым кировчанам удавалось обходить закон стороной и вынуждать любителей азартных игр просаживать десятки тысяч рублей в небольшом вятском Лас-Вегасе. На днях покой карточных игроков был нарушен. Подробности в следующем сюжете. На столах фишки, в тетрадях списки постоянных посетителей, желающих сыграть в покер в казино на Спасской 4 и 12, всегда было немало. По словам полицейских, в основном это богатые люди Кирова, которые имеют крепкие связи с организаторами бизнеса. В лице директора строительной компании «Артстрой» Саркиса Петросяна и его товарища Вячеслава Юркина. На сегодняшний день им уже доказано более 10 миллионов средств, которые мы смогли порциально обсчитать в ходе проводимой разработки. А зарабатывали они от 800 до 900 тысяч в месяц. Оба заведения имели надежную систему охраны. Шанс сесть до игровой стол выпадал не каждому. Необходимо было знать определенный пароль и иметь немалую сумму наличных в кошельке. Активным, проигравшим достаточно крупные суммы денег, если у них не было, предлагалось заплатить потом. Если они их не оплачивали, естественно, путем психологического и физического воздействия с них в последующем эти деньги получались. На разоблачение преступной сети у сотрудников полиции и ФСБ ушло 4 месяца. Сейчас подозреваемые написали явку с повинной и находятся под стражей. Преступникам грозит лишение свободы до 5 лет. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича. Сотрудники ГИБДД просят откликнуться того, кто оставил кошелек в отделе на химическом переулке. Бумажник обнаружили сотрудники госавтоинспекции в кабинете номер 104 в субботу. По словам нашедших, документов в нем нет. Полицейские хотят вернуть кошелек потерявшего, ждут с паспортом. О том, что еще произошло в городе и области, смотрите в коротком видеообзоре. Студенты будут ездить за полцены. Абонементы на поезда пригородного сообщения для обучающихся станут на 50% дешевле. Документы по этому вопросу сейчас находятся в правительстве области. Компенсацию хотят предоставить учащимся государственных, муниципальных и частных общеобразовательных учреждений, а также студентам-очникам. Ездить за половину стоимости в пригородных поездах можно будет до 15 июля. В Кировской области нашли целый скелет париозавра. Захоронение обнаружила научно-исследовательская экспедиция. Палео-Вятского палеонтологического музея еще в прошлом году. А в этом занялись раскопками. Трудились палеонтологи почти 4 дня. Раскопали целый скелет париозавра. Находку около 400 килограммов привезли в воскресенье в Киров. Скелет древней рептилии сейчас находится в лаборатории. После препарации париозавра выставят в Вятском палеонтологическом музее. В воскресенье перекроют движение по Октябрьскому проспекту. 22 сентября в Кирове пройдет общероссийский кросс наций. Место старта – театральная площадь. В этом году о своем участии в кроссе наций заявили 80 субъектов России. По словам организаторов, состоится 12 забегов различных возрастных и социальных групп. А также пройдет массовый забег, в котором смогут принять участие все желающие, независимо от пола и возраста. Во время соревнований на театральной площади под открытым небом пройдет танцевальный спортивный мастер-класс. Зона мегапозитива. Что за чудотворный образ появился в Кирове? И зачем художник из Литвы приехал на Вятку? Расскажем во второй части выпуска сразу после короткой рекламы. Это «Давичи» и мы продолжаем выпуск. В Кирове появилась своя Матрона Московская. Образ одной из самых почитаемых русских святых иконописцы создали с изображения, которое хранится в одном из женских монастырей столицы. Но несмотря на то, что это всего лишь копия, эту икону вятские православные считают не менее чудотворной. В чем ее уникальность, расскажет Елизавета Халикова. Помолиться о здоровье и благополучии своих родных Раиса Дуракова постоянно приходит в храм. Сегодня для прихожанки особый повод. В Трифонов монастырь прибыла новая икона Святой Матроны Московской. Поклониться ей женщина пришла не одна. Через две недели ее правнуку Роме исполнится два года. Чудотворная икона с мечами. В Москву же ехать далеко. А здесь у нас мы здесь живем, и поэтому мы пришли сюда попросить матушку. Что все у нас было в семье благополучно. По преданию, Матрена Никонова родилась в конце 19 века слепой. С раннего детства она лечила больных и предсказывала людям будущее. После смерти Блаженная была канонизирована. К Святой Блаженной Матери Матроне подходят многие люди, как верующие, как только те люди, которые только приходят к вере, чтобы получить исцеление. Не только исцеление телесное, но и прежде всего исцеление духовное. Мать молится о своих детях, о муже. Родители молятся о своих детях, чтобы Господь даровал прежде всего здравие телесного и здравие духовного. В воскресенье к образу Матроны пришли сотни верующих. Не меньше их было и сегодня. По словам православных, несмотря на то, что икона всего лишь копия московского образа, она действительно имеет чудотворную силу. В основном благодаря мощам святой, которые находятся внутри иконы. В Трифоновом монастыре икона Матроны Московской пробудет до 22 сентября. После этого, чтобы прикоснуться к святыне смогли все верующие, она отправится по городам Вятской епархии. До середины октября икона посетит еще пять городов области. Это Слободской, Советск, Кумена, Кирово-Чепецк и Орлов. После этого, 23 октября, святыня вернется в Киров и останется в одном из храмов. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича. В минувшие выходные в городе прошли субботники. На улицы с метлами и мешками вышли представители власти. Сделать город чище постарались и активный интернет-пользователи. В области уже в третий раз прошла всероссийская акция «Блогеры против мусора». С энтузиазмом и упорством боролись с мусором кировские блогеры. На этот раз активисты прибирали территорию Зубаревского леса. Правда, добровольцев было немного – около 15 человек. Среди них – Яков Кривошейн. По профессии он маркетолог. Но в свободное от работы время постоянно участвует в различных городских акциях. На то, что кировчане не пришли поддержать это мероприятие, считают, есть свои причины. Акция была недостаточно анонсирована. То есть пришли те, кто на кого-то подписан в социальных сетях. И вот так вот из уст в уста просто узнали и поэтому пришли. Ну, то есть знакомые, знакомых. Место для приборки активисты выбрали не случайно. Зубаревский лес не закреплен ни за одним территориальным управлением. Чаще всего прибираться сюда посылают школьников. Однако мусора здесь меньше не становится. За несколько часов работы блогеры собрали около 8 тонн. Не менее активно акцию «Блогеры против мусора» поддержали в Белой Холунице. Около 40 человек собралось, чтобы прибрать левый берег реки. Но здесь помочь интернет-активистам пришли и простые жители города. Хочется, чтобы город был чище. Мы, может быть, тоже в свое время не идеальны были. Но все-таки хочется, чтобы с каждым годом город был лучше и чище. На протяжении нескольких часов как молодежь, так и взрослые убирали бумажки, пластиковые бутылки и прочий мусор. В общей сложности здесь активисты собрали и вывезли около 200 мешков. А чтобы впредь хулиганам было неповадно мусорить, на территории реки развесили плакаты с напоминанием. Хотелось бы, чтобы такой энтузиазм продолжал жить в жителях нашего города. Ну и чтобы все вместе мы так же дружно работали для того, чтобы город наш становился чище. В этом году в акции «Блогеры против мусора» в Кировской области приняло участие три населенных пункта региона. В следующем, надеются организаторы, к мероприятию присоединятся и другие города. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев и Оксана Савельева. Бюро новостей Давича. Линии, штрихи, пятна и точки. Вот основные изобразительные средства в графике. Литовский художник Денис Ермак рассказал студентам художественного училища, как овладеть этим видом искусства. Он приехал в Киров с дружеским визитом. Сам Денис вот уже много лет занимается живописью, работает в разных жанрах. На его творческом уроке побывала и Екатерина Зубарева. Пробуйте, пишите, делайте. Это очень важно. Это в ваших интересах. Пожелания, наставления и дружеские советы. Атмосфера на мастер-классе Дениса Ермака располагала к творческому процессу. Ребята, по примеру опытного художника, пробовали руками нарисовать портрет известного физика Альберта Эйнштейна. Результат превзошел ожидания. Темой этой встречи стал такой вид искусства, как графика. После творческого задания Денис дал ребятам ряд советов. Не бояться пробовать что-то новое, работать в команде, рисовать на больших форматах и постоянно экспериментировать. Проведенным уроком остались довольны как студенты, так и наставник. На самом деле очень здорово, к нам редко такие гости приезжают и приятно. Здорово, вообще необычно. И если не поучаствовать вот в этом вот, то потом пожалеешь, наверное. Мне вообще понравилось. Очень замечательно. На острие, можно сказать так. Молодежь очень хорошо настроена, очень правильно, эмоционально. То, что нужно для художника. Познакомиться поближе с творчеством Дениса Ермака смогут все желающие. В конце сентября в галерее прогресса откроется выставка художника. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича. Российские юристы – хорошие футболисты. Это подтверждается уже четвертый год на соревнованиях, которые собирают служители эфемиды из разных уголков нашей страны. В минувшие выходные турнир по мини-футболу Ассоциации юристов России прошел на стадионе «Факел». Право принимать эти соревнования кировчане получили благодаря победе, одержанной в прошлом году в Казани. Наши юристы и на этот раз были на высоте. После красочной церемонии открытия они продемонстрировали не менее зрелищный футбол. Именно хозяевам принадлежит победа с самым крупным счетом. С результатом 10-0 они обыграли команду центрального аппарата Ассоциации. Но в итоге кировские юристы заняли второе место. В финале они уступили соперникам коллегам из Казани, которые стали победителями. А всего в этом турнире принимали участие 10 сборных. А вот встреча кировского «Динамо» и команды «КамАЗ» из набережных Челнов стала драматичной для наших игроков. Очередной матч первенства страны среди клуба 2-го дивизиона зоны «Урал» по Волжье «Динамовцы» провели на стадионе «Россия». Подробности у Эдуарда Пенюкжанина. Вот с таких обоюдоострых атак началась встреча кировского «Динамо» с командой «КамАЗ» из города набережные Челны. Соперники по очереди терзали оборону друг друга. Особенно опасными для гостей стали стандартные положения – штрафные и угловые удары в исполнении «Динамовцев». Один такой эпизод за минуту до конца первого тайма завершился взятием ворот «КамАЗа». Конечно, стандарты – это наш конек. Мы их наигрываем, что-то новое вносим. Вот видите, сегодня Устина забил. Но я говорю, что вот эти даже детские ошибки назвать как-то их нельзя. Досадная ошибка «Динамовской» защиты в начале второго тайма позволила соперникам сравнять счет. Гости реализовали пенальти. После этого кировчане заметно начали сдавать позиции. И «КамАЗ» в своем фирменном стиле постепенно «Динамо» придавил. В втором тайме немножко ребятам подсказали, чтобы больше использовали фланги. И немножко агрессию надо было на чужой половине. Ну, в принципе, и получилось. Именно с фланга «КамАЗ» подкатил мяч к штрафной кировчан и сделал филигранную передачу. Этот гол стал для «КамАЗа» победным и, конечно, омрачил настроение кировчанам. Но в то же время многие заметили, что «Динамовцы» начали играть азартнее, острее. Если раньше больше на оборону садились свои штрафные, то сейчас больше стараемся как бы на атаку. Ну, я думаю, что игра две, и мы думаем, что будем брать очки и все. Шанс победить и набрать очки у «Динамовцев» будет в следующем туре первенства России среди клубов 2-го дивизиона зоны «Урал-Поволжье». 19 сентября кировчане сыграют в Перми против аутсайдера соревнований команды «Октан». Эдуард Пеникжанин, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте об интересных и важных событиях в редакцию Бюро новостей Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ольга Ракова. Желаю вам всего хорошего. До свидания.